Добрый вечер! В прямом эфире новости ТВК в студии Дарья Тарасенко и прямо сейчас коротко главные темы этого дня. Клянусь, при осуществлении полномочий губернатора Красноярского края. Сегодня прошла инаугурация губернатора Красноярского края Михаила Катюкова. Он поклялся соблюдать права и свободы красноярцев. Виталий Поляков расскажет подробнее через две минуты. Медведь напал на мужчину в Ермаковском районе, сейчас пострадавший в больнице в тяжелом состоянии. Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Подробности через 10 минут. Это конкретное отжатие земли, которое в нашей собственности, понимаете? В нашей собственности. Жители Николаевки в суде пытаются отстоять свои дома. Их планируют снести, чтобы построить многоэтажки в зоне риска тысячи семей. Смертельная авария в советском районе. В ДТП погиб сотрудник Росгвардии. Все случилось сегодня ночью на перекрестке улицы Истынская-Воронова. В сети появились кадры с уличных камер видеонаблюдения. И на них видно, как служебный автомобиль Росгвардии поворачивает налево. В это время Тойота влетает в него на скорости. От столкновения оба автомобиля выносят на тротуар. Пользователи соцсетей посчитали, что скорость въехавшей машины в Росгвардейцев составила 136 км в час. В аварии погиб пассажир автомобиля сотрудник Росгвардии. В ведомстве прокомментировали произошедшее, подтвердили гибель своего сотрудника и выразили соболезнования родным и близким погибшего. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Михаил Котюков сегодня официально вступил в должность губернатора Красноярского края. Церемония инаугурации прошла в БКЗ и собрала около полутора тысяч приглашенных. Котюков, как и положено по уставу края, поклялся соблюдать законы, охранять права и свободы красноярцев. Впереди у него пять лет губернаторского срока. Сегодня он вновь обещал работать по-новому. Виталий Поляков расскажет подробнее. Уважаемые дамы и господа. Избранный губернатор Красноярского края Михаил Михайлович Котюков. Михаил Котюков сегодня главная звезда и отныне главное лицо краевой политики. Его появление открывает церемонии инаугурации официального вступления в должность губернатора. Каждый шаг этого действия тщательно отрепетирован. Главная присяга губернатора фактически это клятва на верность красноярцам. Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Красноярского края соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав Красноярского края и законы Красноярского края, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Красноярского края, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, приложить все свои силы и знания на благо Красноярского края. Дальше поздравления и напутствия. Первым на сцену к губернатору поднимается полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Также Катюкову поздравляет спикер ЗАГСобрания Алексей Додатко, заслуженный врач России Валентина Красовская и митрополит Пантелеимон. Он зачитывает поздравительную телеграмму от патриарха Кирилла и напоминает, что властью нового губернатора наделили не только избиратели. После поздравлений Михаил Катюков впервые обращается к Красноярскому краю уже как губернатор. Он призывает к единению и совместной работе на благо человека. Я призываю всех объединиться, вне зависимости от того, какие политические партии вы представляете. У нас общая, единая цель. Я не сомневаюсь, что мы сможем уверенно двигаться к ее достижению. Работать вместе будем по-новому, работать будем для людей. На инаугурацию приглашены полторы тысячи человек. Это представители власти, бизнеса, ветераны, прежние губернаторы – Александр Ус и Лев Кузнецов. Ожидали организатора и Александра Хлопонина, но он приехать не смог. Приглашенные считают, что новый глава края способен на многое. Ждем, что сказать, чтобы был на месте, принимал правильные решения, чтобы мы действительно, видя его, когда он выступает, действительно у нас закладывалось такое, что да, это наш настоящий губернатор, который будет заботиться, но я буду уже говорить о старшем поколении. Мы работали вместе с Михаилом Михайловичем, и Михаил Михайлович очень ответственный и очень принципиальный человек. Вот это всегда его отличало. И мы это видим и сейчас. Хотел пожелать все-таки, то, что касается режима «Черного неба», чтобы он как бы закончил, потому что предыдущий губернатор обещал, так, пять лет прошло, теперь сейчас следующее. Так что я думаю, что вот как житель города Красноярска, я бы хотел, чтобы все-таки газификация была. Это самое главное. Инаугурация длится около 40 минут, а дальше у Михаила Котюкова начинаются пять лет законного губернаторского срока. Впереди формирование команды, назначение ключевых фигур краевой власти, председателя кабинета министров и руководителя администрации губернатора. Ранее Котюков говорил, что намерен значительно обновить правительство. Виталий Поляков, Владимир Антонов. Новости ТВК. И первое кадровое решение губернатора не заставило себя долго ждать. Сегодня Михаил Котюков наделил полномочиями сенатора Андрея Клишеса. Он продолжит представлять правительство Красноярского края в Совете Федерации еще как минимум пять лет. Клишес один из самых влиятельных сенаторов. В Совете Федерации он с 2012 года в Верхней Палате Парламента. Клишес занимает должность председателя комитета по конституционному законодательству. Избирательная комиссия определила поименный состав Красноярского горсовета нового созыва. Депутатам вручили удостоверение и 3 октября они соберутся на первое заседание. Сейчас на ваших экранах имена всех депутатов. Напомню, «Единая Россия» провела в горсовет 30 депутатов и только 6 кресел оставила представителям других партий. В стане единороссов немало новичков. Среди них, пожалуй, самый известный Александр Первухин, главный тренер регбийной команды НССМ и сборной России. Вторая по представительству в горсовете партии ЛДПР. У нее 4 депутата. Это Роман Крастилев, Иван Петров, Максим Плютов и Семен Сендерский. У КПРФ в городском парламенте одно кресло. Его заняла Мария Лейбович. Также в одиночестве будет работать Иван Головкин от партии «Зеленые». Еще одно обновление произошло в Красноярском аэропорту. Там сменили генерального директора. Как сообщает пресс-служба законодательного собрания, депутат Андрей Мецлер покинул свой пост руководителя аэропорта. Он перейдет на руководящую должность в одну из структур авиатранспортной отрасли. Приемником Мецлера стал Евгений Владимиров. Ранее он занимал позицию заместителя генерального директора по производству. Владимиров родился в 1976 году. С 2003 года он работал в аэропортах Новосибирска, Тюмени и Красноярска. Начинал с должности механика автоколонны. В аэропорту Красноярска Владимиров работает с июня 2020 года. Медведь напал на мужчину в Ермаковском районе. Все произошло накануне, 18 сентября, в 23 километрах от села Нижнеусинское возле реки Малый Тепсель. Сейчас 42-летний мужчина в больнице в тяжелом состоянии. Вместе с группой из 15 человек он отправился собирать кедровый орех. Изначально сообщалось, что зверь напал во время сбора дикоросов. Однако позже в МЧС уточнили, что пострадавший в одиночку поднялся на возвышенность, чтобы позвонить. И здесь мужчина и стал жертвой хищника. На его крики прибежали товарищи, тем самым спугнув зверя. Спасателям потребовалось менее часа, чтобы добраться до пострадавшего. По данным спасателей, для эвакуации пострадавшего отправили вертолет Ми-8. Мужчину экстренно заставили в больницу Абакана в тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи. Мертвых кедровок нашли в лесу рядом с Енисейском. Фото птиц в редакцию ТВК отправила телезрительница. По словам женщины, она отправилась в сосновый бор за грибами и ягодами. Однако наткнулась на совершенно другую картину. Красноярка обнаружила двух мертвых птиц. Одна из них была воткнута клювом в дерево, другая лежала на земле с раной на шее. Из-за окраса птиц женщина предположила, что это дятлы, но затем она нашла фото в интернете и оказалось, что это кедровка. Женщина не знает, в чем причина смерти пернатых, однако считает, что покалеченных птиц в лесу может быть и больше. Редакция ТВК связалась с кандидатом биологических наук Владимиром Емельяновым. Он подтвердил, что погибшие пернаты действительно кедровки. Однако, судя по фото, передает Емельянов, птицы не могли самостоятельно травмироваться. Скорее всего, кедровок покалечил человек. Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В Минобороны страны заявили, что высокоточным оружием «будут ликвидированы позиции вооруженных сил Армении». Гражданское население целью не является, добавили там. Однако, по словам Уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гигама Степаняна, после обстрелов погибли два мирных жителя, среди них один ребенок. Еще 11 человек ранены. В сети тем временем появляются видео, на которых слышны взрывы и сирены. Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Карабаха, назвав это условие единственным путем к миру. Минобороны Армении, в свою очередь, заявили, что у них нет подразделений вооруженных сил в Карабахе. Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности Армении. Россия призвала конфликтующие стороны незамедлительно остановить военные действия и провести переговоры. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе. Сейчас мы прервемся на короткий анонс рекламы. Напомню, ТВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарии или посмотреть любой сюжет выпуска, сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране, переходите по ссылке, подписывайтесь и помните, ТВК не только ТВ. Жители Николаевки в суде пытаются отстоять свои дома. В зоне риска сотни частных домовладений и тысячи семей. Постройки планируют снести, на их месте построить многоэтажки. Местные рискуют остаться и без жилья, и без денег. Ведь за дома им предлагают сумму в два раза ниже рыночной. Сегодня люди пришли доказывать свою правоту в Краевой суд. На месте побывала моя коллега Анастасия Харужа. Около сотни возмущенных жителей Николаевки столпились у здания Краевого суда. Сегодня они пришли сюда отстаивать свои права. Эмоции местные не сдерживали. Говорят, готовы стучаться в любые двери, лишь бы не отдавать под снос свои подворья. Люди обживали их десятилетиями, а теперь могут лишиться домов и земли и остаться с парой миллионов рублей компенсации. Наше качество жизни не улучшается. Хотя установка президента была какая? Для чего КРТ? Для улучшения качества жизни граждан. Это не имело второго какого-то толкования. Однозначно это было озвучено. А у нас что? Нас упорно Логинов толкает в суд. По тому самому закону о комплексном развитии территории власти обязаны выплатить владельцам снесенных домов компенсацию. Только вот сумма этой компенсации местных не устраивает. Им предлагают 30-50 тысяч за квадратный метр, при рыночной стоимости метра около 80 тысяч. Хватит этого только на однушку в спальном районе. А у них дома в центре города. Люди ходили на встречу с мэрией, но к общему решению не пришли. Теперь они пришли уже в суд и хотят, чтобы краевой закон ОКРТ поправили. И просто выдали им соответствующее по квадратам жилье. Люди говорят, такие примеры есть и сделать это возможно. А закон ОКРТ в комментариях позволяет это делать местным органам власти, исходя из специфики территории. Вот в многих территориях уже внесли свои изменения. Это всего лишь зависит от воли правительства. Это не зависит не от нашей воли, а от воли правительства. И мы хотим, и мы добиваемся в суде, чтобы услышали нас, и внесли изменения для того, чтобы нас не обижали. Мы с удовольствием съедем из Николаевки. Для нас это не такое же прям святое место. Жители рассказывают, Николаевка всегда была лакомым кусочком для застройщиков. И за 15 лет выкупить их пытались не раз. Но даже тогда предлагали более человеческие условия. Нам на тот момент, это было лет 15-20 назад, нам давали три квартиры трехкомнатные. А сейчас нам что дают? 5 миллионов. У меня 6 соток земли, все благоустроено. Нынешняя же история с Николаевкой тянется еще с июля. Тогда жители узнали, что их дома попали в зону КРТ и возмутились суммой компенсации. Вопрос тогда пытались урегулировать на встречах с администрацией. Лично с местными встречался и мэр Владислав Логинов. Глава города пообещал, вопрос с каждой семьей будут решать индивидуально. Требования каждого индивидуального дома владения и каждой семьи мы будем решать отдельно. Мы будем разговаривать с застройщиками и отстаивать вашу позицию. А после этого тишина. Сегодня ответить на все вопросы людей должен был уже суд. Однако туда всю сотню жителей не пустили. Людям объяснили, зал вмещает только 10 человек. Тогда на встречу с Фемидой решили отправить самых активных. Остальные остались дожидаться решения внизу. Но даже те, кого пропустили внутрь, в маленькой комнатке, не поместились. Сотрудники объясняют, такого наплыва не ждали, а других помещений для судебных заседаний нет. Суд получил два коллективных иска от жителей Верхней и Нижней Николаевки. Эти территории должны превратить в высотки разные застройщики. «Строинвест» и «Готика». Сегодня суд решил объединить эти иски в одно дело и рассмотреть его 4 октября. Ответа по существу сегодня люди так и не получили. Анастасия Харуша, Константин Шадченев, Новости ТВК. Еще одно дело сегодня рассматривал Краснодарский краевой суд. Дело матери троих детей Натальи Довжанской. Она находится в СИЗО уже 4 месяца. И сегодня суд принял решение не смягчать ей меру пресечения. Напомню, в мае женщину обвинили в вымогательстве имущества на 32 миллиона у бывшего мужа и задержали. Следствие уверено, что вымогать деньги Довжанской помогал криминальный авторитет Ярослав Малиновский, который находится в федеральном розыске. У Натальи трое несовершеннолетних детей, один из них с инвалидностью. Адвокаты уверяют, заключение под стражу – слишком суровая мера пресечения для многодетной матери. Защита подала апелляцию и попросила смягчить меру пресечения на домашний арест или залог, но суд оставил решение без изменений. Сторона защиты полагает, что решение о продлении этого срока незаконно. Оно было принято с целым рядом существенных нарушений уголовно-процессуального закона. В частности, суд нарушил свою обязанность по проверке наличия данных, подтверждающих обоснованность подозрений в причастности обвиняемых в совершении преступления. Теперь защита Довжанской планирует обжаловать решение краевого суда в касационном суде общей юрисдикции. Сейчас двое дочерей Натальи находятся с отцом в Москве. Семилетний сын с инвалидностью живет с матерью бывшего мужа. После ареста у Натальи нет возможности видеться с детьми. Кроме того, на ее дом наложили арест. Владелица кантри Ольга Грималюк отказалась от иска признания права собственности на бывшее здание кафе. При этом предпринимательница требует у мэрии Красноярска 36 миллионов рублей. Об этом сообщили в арбитражном суде. Ранее владелица кафе через суд пыталась признать право собственности на здание как на самовольную постройку. Предпринимательница ссылалась на экспертное заключение, согласно которому противопожарное расстояние между кантри и зданием управления Федеральной почтовой связи обеспечивает нераспространение пожара между ними. Однако теперь производство по этому делу прекращено. Тем не менее, Грималюк все еще настаивает на взыскании убытков за снесенное кафе. Цена иска составляет 36 миллионов рублей. Судебное заседание назначили на 29 сентября. Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте для россиян. Документ, удостоверяющий личность, можно будет представлять в электронной форме в приложении Госуслуги. Как это будет выглядеть, пока неизвестно. Правительство определит список необходимых документов, справок и выписок только через три месяца. Однако бумажные паспорта убирать не собираются, право их использовать остается. В пресс-службе Минцифры также подтвердили, что мобильное приложение Госуслуги не заменит бумажные документы, удостоверяющие личность. В ведомстве отметили, что электронный вариант можно будет использовать только в отдельных случаях, каких пока тоже непонятно. Напомню, в середине февраля глава Минцифры Максут Шадаев обратился к президенту России с предложением провести эксперимент с использованием цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта. По его мнению, такая технология позволит использовать смартфон вместо паспорта в 80% случаев. Увернувшийся от фуры пешеход, следы медведя и цветущие жарки – топ-тем в соцсетях ТВК за неделю. Что еще читали и обсуждали подписчики, расскажет наша интернет-редакция «Слово админу» Татьяне Шунковой. Всем привет, с вами Татьяна Шункова. Прямо сейчас мы заглянем в соцсети ТВК и посмотрим самое популярное за неделю. Пешеход чудом увернулся от фуры, которая летела прямо на него на Северном шоссе. Парень, видимо, в рубашке родился. Смотрите сами. Таксист высадил телеведущую Евгению Головину на полпути из-за пробки. Евгения ехала из центра до Свердловской. Водитель проехал около пяти километров и остановился. Ну не прям посреди, но вот на остановочке вас сейчас высадили. Нет, я не буду выходить посреди остановочки. Я заказала такси до места, я до места и поеду. Все понятно. Машина сломается. А, вот так даже? Да, да, да. Примерно так. А как? Ну это что такое? Вот я сейчас буду час с вами ехать за 500 рублей. Вы что, шутите? В итоге Евгения вышла и до места ей пришлось добираться пешком, на автобусе и на другом такси. Красноярский фотограф Дмитрий Ширнин заметил свежие следы медведя за видовкой на манской петле. Эмоции добавили скрипы деревьев и шуршание кустов неподалеку. Я сразу подумал, что близко медведь, который чешется об ствол дерева, написал Дмитрий в своем телеграм-канале. К счастью, обошлось без свидания с косолапым. Все живы и здоровы. Дети в футболках на холоде. Такой урок физкультуры в одной из школ сняла наша подписчица. То ли закалка такая, то ли учитель не доглядел. Правда, сам он одет тепло и хорошо. Дети в футболках стоят. Температура 7 градусов. Учитель полностью хорошо одет. Вот мне интересно, думает вообще о том, что дети могут простыть словно. Потому что они так просто стоят. Никому до этого нет дела. Побье лето порадовало красноярцев не только солнечными и теплыми днями, но и распустившимися жарками. Цветы красноярка заметила возле парка Роев ручей. 15 сентября 23-й год. Распустились жарки. Напоследок немного милоты из гремячей гривы. На вытянутой руке, считай. Вот она. Ням-ням-ням-ням-ням. Вот она. Иди, семечки, иди. Да ладно, я здесь лежал. Это был обзор самого популярного в соцсетях ТВК за неделю. Переходите по QR-коду, читайте нас и пишите нам, где вам удобно. А самые важные и срочные новости вы найдете в нашем телеграм-канале ТВК Нью. И помните, что ТВК – это не только ТВ. Продолжение следует. Продолжение следует. В Красноярске закроют для транспорта съезд с улицы Карла Маркса на набережную Енисея в районе музейного центра Площадь Мира. Ограничения продлятся с 11 часов вечера 20 сентября до 3 часов дня 21 сентября. Как рассказали в мэрии, это связано с подготовкой и приведением молебного поклонного креста на Стрелке. Напомню, 22 сентября в Красноярской краевой филармонии состоится благотворительный концерт в поддержку строящегося храма Иакима и Анны на Стрелке. Для горожан впервые выступит православная певица Дарья Виардо. Организаторы представят результаты возведения храма на текущий момент. Плановые испытания системы оповещения в Красноярске перенесли. Они состоятся 20 сентября. Об этом сообщили в городской администрации. Проверка пройдет с 10.30 до 11 часов утра. В это время специалисты произведут запуск сирен. Их звучание будет сопровождаться речевыми сообщениями оперативного дежурного по гражданской обороне. Следующая проверка системы оповещения пройдет 4 октября. Сирены будут звучать как в Красноярске, так и на территории всего Красноярского края. В Красноярске уже несколько лет подряд появляются портреты на фасадах многоэтажек. Так, например, глаз жителей радует изображение Михаила Решетнева, Николая Тотмина, архиепископа Луки. Кто это придумал и кого обычно изображают на так называемых муралах, расскажет мой коллега Анатолий Качаев. В Красноярске на фасадах здания стали замечать изображения знаменитых людей. Так называемые муралы. Это монументальная живопись или по-другому мурализм. Одна из разновидностей монументального искусства. На архитектурных строениях или других стационарных основаниях. Однако не нужно путать это с граффити, анонимными рисунками и надписями. Сегодня мы организовали небольшую экскурсию по одним из самых узнаваемых картин города. Прогулку по городу мы начнем с мурала, на котором изображен архиепископ Лука. Или, как его звали в миру, Валентин Феликосович Воина-Ясенецкий. Это российский и советский религиозный деятель, профессор, врач-хирург и, конечно же, духовный писатель. Он прославился тем, что многое понимал в анестезиологии, а также в гнойной хирургии. Стал лауреатом Сталинской премии с монографией «Очерки гнойной хирургии». За участие в Великой Отечественной войне был награжден медалью за доблестный труд. А это мурал уже Михаила Федоровича Решетнева. Его фамилия известна почти каждому красноярцу. Ведь это инженер-конструктор, ученый, профессор, доктор технических наук. Благодаря ему спутники поднимались в космос. На его счету более 200 научных трудов и изобретений. Он заложил основу Сибирской научной школы. Сейчас вы видите мурал Николая Яковлевича Тотмина. Это российский летчик, первый красноярец, который получил звание Героя Советского Союза. Тогда, в далеком 1941 году, в воздушном бою, он не побоялся превосходящих сил противника и пошел на таран вражеским самолетом. Все эти муралы можно найти в разных районах Красноярска. Например, на изображение Михаила Решетнева можно посмотреть по адресу Павлова, 32, на Николая Тотмина, 9 мая, 39, а на архиепископа Луку, Белинского, 3. Часть из этих изображений разработал и воплотил в жизнь художник Алексей Широгородский. Но не один он работает над созданием монументальной живописи в городе. Чтобы красочные изображения появлялись на стенах многоэтажек, необходимо использовать целую команду художников и специальных рабочих. Сначала одни специалисты разрабатывают эскиз уличной картины, затем другие масштабируют его на фасаде зданий. На самом деле это непростая история. У нас точно за каждым многоэтажным домом есть какие-то свои нюансы. Ну и естественно есть, конечно, технологии. Сначала из макета, из рисунка делается каркас, это контуры. Мы в ночное время это переносим уже на фасад с высоких автовышек, платформ. И потом уже в дальнейшем начинаем наносить цвета рисунка. Муралы в Красноярске стали появляться три года назад. Это спортсмены, художники, писатели, врачи, музыканты и герои Советского Союза. Но главный принцип отбора – все эти люди тесно связаны с нашим регионом. Проект по созданию муралов реализовало агентство печати и массовой коммуникации края. Как нам рассказала руководитель ведомства Ирина Брежнева, вскоре в городе появится еще больше изображений выдающихся людей. На сегодняшний день у нас уже 13 портретов, которые относятся к нашему проекту. Мы красноярцы. Начали они появляться три года назад. Тенденция и традиция, скажем уже так, хорошая. Горожане с позитивным отликом, как правило, относятся к этим муралам. Вот в этом году мы реализовали два проекта. Это Татмин на 9 мая и Святитель Лука, Войны Есенецкий на Белинске. По словам художникам, такие моралы могут радовать горожан от 10 до 15 лет. Потом, когда они начнут воцветать, их можно подкрашивать. А пока, как пояснили в агентстве печати и массовой коммуникации, красноярцы могут ждать следующие картины на фасаде городских зданий с Геннадием Васильевичем Юдиным и Николаем Герасимовичем Гадаловым. Анатолий Качаев, Вячеслав Кебиков, ТВК. Новосибирск обошел Красноярск в рейтинге качества городской среды. А лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений ученых. Подробнее об этих темах расскажем в новом выпуске «Эко-новостей». Всем привет! Вы смотрите «Эко-новости» на ТВК. Прямо сейчас расскажу о самых главных событиях в сфере защиты природы. Поэтому давайте узнаем новости о Красноярске, России и мире, от которых легче дышать. Новосибирск обошел Красноярск в рейтинге качества городской среды. Наш город набрал 201 балл и оказался на 11 месте. Всего в список попали 15 территорий с населением свыше 1 миллиона человек. Каждое пространство города оценивали по следующим критериям. Безопасность, комфортность, экологичность, здоровье, идентичность, разнообразие, современность, актуальность среды и эффективность управления. Населенный пункт мог набрать до 360 баллов. Еще раз напомню, у Красноярска 201 балл. Соседний Новосибирск в рейтинге оказался выше на одну строчку. Он обошел Красноярск по качеству озеленения, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, а также в общегородских пространствах. За озеленение наш город набрал 26 баллов из 60 возможных. При этом Красноярск находится в так называемой «зеленой» зоне индекса, то есть считается городом с благоприятной городской средой. Ниже нас в рейтинге только Воронеж, Самара, Волгоград и Омск. Качество речной воды по всему миру стало значительно хуже. Исследованиями экологов из Утрехского университета в Нидерландах поделилось издание «Ресайкл». Известно, что специалисты проанализировали пробы из почти 3000 рек из разных регионов. И пришли к выводу, что из-за экстремальных погодных условий качество воды там серьезно снизилось. Ухудшения, считают экологи, спровоцировали жара, засухи и проливные дожди. В каждой части Земли разные климатические явления. Большинство рек изменились из-за аномально жаркой погоды. Волны жары и засухи в 68% случаев привели к снижению концентрации кислорода в воде. После наводнений дождей в половине случаев экологи зафиксировали рост числа частиц пластика, а также увеличение концентрации сельскохозяйственных удобрений. Если ситуацию не пытаться исправить, то все это, считают эксперты, может негативно сказаться на водных экосистемах. Рыба и другие обитатели рек могут погибнуть, а качество самих водных объектов значительно снизится. Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений. К такому выводу пришло Космическое агентство НАСА. Специалисты сообщают, это было самое жаркое лето в северном полушарии и самая теплая зима в южном. Так, по наблюдениям ученых НАСА, июнь и юли-август были на 0,23 градуса Цельсия теплее, чем любое другое предыдущее лето за всю историю исследований. Казалось бы, процент незначительный, но, по сообщениям ученых, в глобальном смысле повышение температур в отдельных уголках Земли привели к трагическим последствиям. Например, лесным пожаром в Канаде, на Гавайях и изнурительной жаре в Южной Америке, Японии и Европе. Кроме того, передают ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований, август 2023 стал 45-м августом подряд в мире с температурами выше среднего. Основная причина тому – парниковые газы. Именно они, считают специалисты, и привели к серьезному потеплению по всему миру. Прямо сейчас на экранах вы видите уровень загрязнения воздуха по данным общественников за неделю. Наиболее загрязненными районами с 11 по 17 сентября оказались Кировский и Советский, а самыми чистыми стали Октябрьские и Ленинские районы. На этом все. Вы смотрели Эконовости на ТВК. Еще увидимся. Лейкоплакия. Чем опасно это заболевание? Заразно ли оно и каким врачам обращаться за помощью? Прямо сейчас расскажет врач Владимир Хиновкер в рубрике «Вопросы доктору». Здравствуйте. Это «Вопросы доктору». Я врач-интенсивный терапевт Владимир Хиновкер. Сегодня я отвечаю на вопросы про лейкоплакию. Действительно, заболевание, которое касается разных врачей. Что такое лейкоплакия? Как она начинается и протекает? Лейкоплакия, несмотря на такой безобидный внешний вид и безобидное название, на самом деле предрак. И это очень серьезно. Лейкоплакия – это когда слизистая роговевает, становится такой шершавой и не такой гладкой, немножко твердой, чаще всего твердой. И часто это бывает во рту, но бывает на других слизистых. У женщин слизистых чуть больше, чем у мужчин. Но и у мужчин на половых органах тоже бывает лейкоплакия. Ее видно, она раздражает, бывает жжет, бывает болит. И это всегда повод посетить доктора. А поскольку это предрак, то нужно доктора посетить как можно раньше, наблюдать и лечить сразу, как только диагноз поставлен. Чем опасно и заразно ли? Нет, лейкоплакия не относится к заразным заболеваниям. Однако она опасна тем, что может привести к онкологии. Эти клетки переходные могут озлокочетовиться, и тогда вот прям совсем нехорошо. И хоть все врачи говорят о том, что у каждого человека свой рак, просто не все до него доживают, ускорять свою кончину не стоит. Если у вас есть нехорошие, некрасивые места на слизистой, во рту или в половых органах, или еще где-то в мочевом пузыре, об этом чаще всего вы не узнаете. Узнаете только по анализу мочи плохому или по неприятным ощущениям. Ну вот в этом случае нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Кому обращаться за лечением? Можно ли вылечить полностью? Ну вот смотря где лейкоплакия, туда и обращаются. К гинекологу, если это женские половые органы, если это наружные половые органы, или если это шейка матки. К урологу, если это мочевой пузырь, если неприятные ощущения при мочи и спускании, и будет диагностирована лейкоплакия при цистоскопии. Ну а самая частая локализация полости рта. И в этом случае, конечно, к стоматологу мы обращаемся в первую очередь. Диагноз правильно ставят. И вот эти плохие участки, их нужно удалить. Для этого существует масса современных способов. Это и криодеструкция, их замораживают, и они отпадают. Это и электронож, и лазерная коагуляция, и масса всевозможных способов, как избавиться от этих плохих участков слизистой на нашем теле, для того, чтобы не дать раку развиться, не дать ему завестись и развиться. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. Вовремя обращайтесь к доктору. Свои вопросы доктору вы можете задавать по телефону 200-00-65, также пишите в вайбер и ватсап по номеру 8-923-165-45-00, ну или в любых социальных сетях ТВК. Ну и на сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции 200-00-65, вся последняя информация есть на нашем сайте tvknews.ru. Также подписывайтесь на нас в социальных сетях и помните, ТВК не только ТВ.